28 октября. День Евфимия. Почтует память преподобного отца Евфимия Солунского. Он рано женился, чтобы угодить матери. После рождения дочери решил посвятить себя Богу, принял постриг. Через некоторое время отправился в Афон, одержив вместе с отшельником Иосифом и соревновался с ним в умершлении плоти. Долго Евфимий искал место для уединения, пока не услышал голос «Иди в Солун». Он подчинился, пошел туда и основал небольшую монашескую общину. Этот день в народе называли смотрины льна и Евфим благочестивы. И сегодня занимались обработкой льна. Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила. Например, кикимора может сесть за прялку и испортить пряжу. Чтобы этого не происходило, следовало осенить себя перед работой крестным знамением и помолиться Евфимию. Кикиморы, согласно народным поверьям, были душами умерших или похищенных нечистой силой детей. Они не выходят на улицу, так как были тонкоматериальными существами и боялись, что их унесет ветром. Кикимора выглядела как старушка или женщина маленького роста. И если кикимору поймать и выстричь у нее на голове крест, то она вновь станет человеком. Но пребывание в обличии кикиморы оставит свой след. Человек будет либо уродом, либо слабоумным. Кстати, невесты перед свадьбой пряли нит на отмашь от себя. Этот жест от себя гарантировал защиту от темных сил. Также считалось, что нит, спреденная сегодня, будет прекрасным средством от порчи и различных недугов. Приметы. Если вечером в чистом небе вокруг луны наблюдаются круги большого размера, скоро ударят морозы. Красноватые и расплывчатые круги предвещают метель. Если сегодня появились комары, зима будет теплая. Если в октябре появился запоздалый грибок, то будет поздний снежок. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.